еще ну обалдела наверно что на этот цвет появился так рано вот привет из Казахстана привет вот поэтому ну я не знаю как это сразу не сразу нет получается сам дышал и через трубки но потом просто он был на диагностике спасибо большое я на самом деле сегодня весь день пухчут ружу представляете если это то о чем я думаю то по моему у меня самый лучший муж на свете спасибо большое тоже предстоит 37 недель КС через неделю боюсь не бойся все будет прекрасно кстати насчет страх оставайся сегодня в эфире потому что я решила сделать эфир тоже совместно с психологами она как раз таки работает со страхами и сможет тебе рассказать как с ними бороться на самом деле вообще не бойся врачи знают свое дело и делают это однозначно прекрасно так же секунду долго будешь болтать думаю минут 30 не больше и меня у куча делающих скажи пожалуйста не скучаешь по дому 2 он сам интересная темка в общем я была же на поляне вчера позавчера 13 часа вот я не знаю воздержаться ли мне от комментариев или не воздержаться я обожаю безумно дом 2 я его люблю всем сердцем и душой я люблю все руководство которое там есть сотрудников обожаю из моих участников с кем я была конечно осталось мало но типа это трэш но я не знаю может быть мое мировоззрение настолько поменялось но есть скучные участники от которых ну то есть прям ничего не вытащишь есть обычное лето так сказать вроде и не хочется говорить что-то там про некоторых участников как сказать ну короче не хочется говорить как-то грубо потому что я уже не участница я не собираюсь приезжайте за какой-то там темы мне это грязь вообще не нужна вот но все же когда знаете ведут себя слишком вульгарно и откровенно как только сразу же на следующий день в соцсетях нет 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 и это сейчас я общаюсь там мало с кем саша черно мне очень нравится то есть мы с ней прям не скажу что мы подруги но мы приятно общаемся там с кем еще анька самонина вот с ней мы хорошо общаемся ну как бы не то что прям подруги но я ее очень очень за нее рада вот короче вот я сама решила ли что-то нужно вообще это кесарево было потому что у меня куда-то делись воды мы поехали знакомиться с врачом оказывается что у меня вода куда-то пропали подтекание водов ничего не было такого но вот что-то произошло с организмом поэтому грубо говоря мне экстренно делали не через 10 часов так изменил все равно придется смотреть на проект ну спасибо большое то что я на самом деле что изменилась с кем-то было на дом 2 а аленка я пенченко с мишей с барзиком блин ну смотрели же говори снасти голод общаешься нет не общаюсь кстати вот он какого я просто даже не знаю лечь им не в это дело или нет проще господи да что такого мне на самом деле вообще все равно крис бакенбалта была здравствуйте привет сейчас я договорю и познакомлю с вами в общем а крис представила свою песню все было классно здорово замечательно а потом все отошли был перерыв и все уже там некоторые из участников пищи выпили и потом началась тактильность сами знаете с кем но на следующий день в соцсетях уже говорилось о том что нет ну просто друзья в общем лицемерие на какой-то степень это не мое дело кстати как и говорил сейчас представлю я вам говорила сегодня что мы будем а с вами не просто болтать на какие-то темы то и включительно после еще поболтаем там на какие-то интимные темы а сегодня я хочу чтобы не очень много девчонок дирекция он пишет а именно беременные малышки которые только-только вот собираются вот буквально сейчас писала девушка у нее через неделю кесаревая она переживает ну все переживают это понятное дело есть страхи и мы с вами не раз уже общались касательно страхов и я сегодня хотел вас познакомиться и истории для того чтобы вы проработали не только проговорили не мои страхи только еще и их подписывайтесь на это хорошо сохранить эфир хорошо сохраню быть какая-нибудь водная тема знакомства или да я расскажу немножко о себе я думаю что это будет наиболее эффективно я расскажу буквально пару слов о себе и потом расскажу о чем мы будем сегодня говорить вообще в целом тема эфира на которую я хотела сегодня поговорить это страхи или что мешает жить жить своей мечты соответственно мы поговорим чуть-чуть еще и про другие темы не только про страхи и я бы хотела пока я буду говорить о себе те кто сейчас слушает кто онлайн напишите пожалуйста может быть какие у вас есть идеи что вообще мешает жить жизнь своей мечты помимо страхов потому что это уже очевидно из название эфира самое большое это страхи чего-то нового потому что есть какая-то зона комфорта который ты тусуешься а потом тебе надо из него выйти добрый вечер вижу моих моих подписчиков да и так меня зовут катя я психолог коуч дипломированный психолог это сейчас у нас есть такая история важно важное уточнение занимаюсь занимать работаю со взрослыми и верю в то что когда ты взрослый ты можешь все что можно прочитать у меня в профиле то есть когда человек взрослый действительно взрослый то абсолютно все в этой жизни реально я думаю что мы знаем многие знают целый ряд примеров и это факт и я это знаю не по наслышке на своей собственной жизни поэтому это действительно так поэтому если вы взрослый человек то знаете что вашей жизни абсолютно все реально и я моя политика вообще позиция во что я верю в то что каждый человек может жить жизнь своей мечты здесь самое важное с чего стоит начать это понять вообще что такое моя мечта потому что то что нам рассказывают где-нибудь из телевизора из инстаграма из разных разных источников что надо жить так так и так это как бы чья-то мечта у алины своя мечта у меня своя мечта у каждого своя как бы история или это важно понимать да то есть вот вкратце так работаю с различными запросами в принципе все что касается темы вот прийти к жизни своей мечты да то есть и самореализации отношения с собой и отношения с другими людьми включая отношения с партнером то есть вот такие темы и тема мне кажется что забыла что хотел сказать что ледь самый большой ну как не страх а как по мне это мое мнение и каждая женщина должна реализоваться как мать как там жена и самое главное реализоваться сама личностью и так далее но большинство вот ну как включая и меня боятся я там до сих пор хожу смысле 4 месяца с определенной но вот что-то не не дает вот хотя по сути сейчас я живу жизнь своей мечты ну во первых первую очередь важно понять что стремится к тому чтобы совсем страхов не было это даже и не нужно потому что страх вообще сам по себе он как бы абсолютно естественная и натуральная натуральная скажем так натуральная реакция нашего то что там нужно потому что он выполняет защитную функцию вообще в идеале да когда например люди жили в пещерах им нужно было бояться чтобы спасти свою жизнь вопрос том что сейчас нас не окружают дикие звери и не окружает столько опасности сколько нас окружала там сколько-то там сотен даже лет назад и а бояться же чего-то наверно надо и люди создают себе прахи на ровном месте и так и происходит и женщина это куховарка мужик убивает мамонта я думаю это прекрасно да я думаю что мы тоже живем прекрасное время сейчас у нас столько возможностей столько всего классного и это факт и мне кажется что эту тему вот про как раз таки жизнь своей мечты про страхи очень классно перед новым годом что потому что есть еще пара недель чтобы принять какие-то другие решения что-то по-другому сделать и войти в новый год в другом состоянии с другими мыслями и год соответственно прожить по-другому я кстати хотела посмотреть что-нибудь писал на тему того что я думаю деньги страх нового да самый основной это страх нового я думаю сейчас на самом деле все слушать какие вопросы касательно страхов например могут задавать ну то есть самый основной посыл с которым а к вам приходят у всех свои истории то есть на самом деле страхи оказывают огромнейшее влияние вообще на жизнь да то есть бывают истории когда человек не может наслаждаться своей классной жизнь у него и все возможности есть и семья и любящий супруг и все вообще очень очень много всего но не может человек наслаждаться своей жизнью из-за страхов потому что страхи в голове я спешу девушка страх выходит на новый уровень и вдруг не получится но то есть самое основное что всех то есть а вдруг там откажут вдруг там а будет плохо вдруг там что-то меня будет тревожить и так далее то есть надо идти и не бояться попробовать пытаться ошибаться для этого наверное ошибаться однозначно стоит подумать на тему страха ошибки у меня как раз сейчас stories как раз я только сегодня про это говорила буквально пару часов назад и продолжу у меня есть даже закрепленных stories тема страха ошибки потому что страх ошибки страх провала страх того что что-то не получится это один из самых распространенных страхов действительно особенно которые реально мешают самореализации выхода на новый уровень изменениях каких-то то есть это и просто не бояться идти это не работает я думаю что много знают на себе то есть можно слышать вот это вот вот я например скажу алина привет я вот у меня есть идея такая классная и мне страшно страшно что у меня не получится вот скажите вы меня ну что ты боишься и не бойся и что от этого бояться перестаешь но не перестаю реально есть какая-то методика благодаря которой можно избавиться как раз таки от этих страхов на начальном уровне либо уже там где-то глубже однозначно это круто это круто страхами на самом деле справиться проще чем может казаться на первый взгляд то есть с ними какая-то там супер мега длинная работа она и не требуется то есть большинством страхов по крайней мере большинство страхов можно решить достаточно быстро есть конечно какие-нибудь очень давно сформированные фобии это уже такие прям фобии которые наверное 6 8 встреч в индивидуальной работе вполне себе достаточно чтобы их решить но тоже 6 8 как бы это не так долго мы живем со страхами сколько лет мы просто не привыкаем реальность мы привыкаем к тому что ну мне страшно но я вот это все не делаю не живу как мне хочется не делаю что мне хочется и действовать это уже физиология такая организма как защитная реакция правильно вы сказали что на самом деле дело в том что почему мы не можем так просто вот так по щелочку пальца выключить страх и перестать бояться большинстве случаев большинство людей которые никогда не работали со своими страхами потому что страх у нас живет в теле я знаю что самый большой есть страх у девушки многие об этом молчат и не скажут открыто потому что все таки это там нарушение каких-то личностных границ страх одиночества страх остаться одной там страх уйти от партнера либо страх начать новые отношения то есть просто так фразы не отделаться нужно какая-то есть какая-то определенная методика да то есть и включая эти проблемы потому что ну например когда я создаю вопросник часто там задают вопрос там а если страх остаться одной там я боюсь остаться мне он изменяет но я хочу остаться но я боюсь остаться одна самая большая такая проблема мне кажется вообще во всем мире с которой сталкиваются там чуть ли не каждая вторая девушка нужно набраться там силы воли уйти оттуда откуда тебе плохо но это тоже то есть нужно сначала проработать а потом уже как-то вот мне на самом деле вот легче всегда когда я помню у меня во время беременности были свои страхи я не могла никому там про них рассказать у меня были какие-то тревожные чувства и так далее я думала так психологу ходят психопаты или там психи я в один момент пошла и к счастью всем ну то есть все изменилось и не нужно бояться обратиться даже за консультацией и нужно бояться короче психологов да это факт мне кажется что сейчас у нас все таки наше пространство такое российское около российское все таки меняется в этом плане потому что психология становится все более популярной все более доступной все более понятной уже нет такого настолько то есть все равно очень многие люди действительно считаю что я с подружкой за винишком вечерочком все обслужу а знаете зачем психолог потому что психолог тебе не скажет а у меня а вот у меня была история а вот я да ну потому что с подружкой за винишком вы будете разговаривать через ее призму и и как бы мировосприятия соответственно через то как она на мир смотрит она вас просит вы спросите свою подружку за винишком а что мне делать вообще в своей жизни вот какое мне решение принять остаться мне с ним или уйти от него и она вам скажет из своей головы из того как ей бы было лучше свой опыт на вас проецирует а в реальности да в реальности вам нужно разобраться что будет лучше вам ваш конкретный период времени потому что у всех разные точки а точки вообще вообще все разное то есть мы не можем сравнивать мою жизнь с чьей-то другой жизнью это будет некорректно то есть это вот все опять же тоже про сравнение себя оттуда с себя с другими туда же вся эта история идет но в целом про страхи важно просто понять что страхи реально живут в теле и вот так просто на уровне головы да на уровне головы сказать что мне просто надо перестать бояться на уровне головы тоже с ними однозначным доработать то есть вот мы работаем со страхами на разных уровнях у нас такая комплексная история то есть надо работать и на одном уровне, и на другом уровне, и на третьем уровне. Но в целом на уровне тела, то есть вот если вы обратите внимание, в момент, когда вам реально страшно, то у вас есть напряжение в теле. Сто процентов. У всех. У всех в разном месте. То есть здесь важно обратить внимание, а где у меня в теле это напряжение есть? Как оно у меня проявляется? В виде чего? Есть классификация страхов. Ну, есть разные страхи. Есть разные страхи, конечно. Их очень большое количество. Но в целом, то есть важно понять, что найти сначала, где у меня в теле живут, эти страхи. И снять хотя бы какой-то такой сильный заряд, сильное напряжение при страхе можно простыми на самом деле практиками. У меня, я, кстати, сейчас последние несколько дней, если написать мне слово директ, слово директ, слово страх, слово страх в директ, то придет практика такая простая, буквально 2-3 минуты, которая снижает интенсивность страха. Я думаю, чтобы закрепить эту информацию, сейчас, конечно, возможно, мы сделаем эфир еще, либо как-то в более доступное время, потому что, короче, я продублирую в сторис как раз-таки эту информацию, чтобы те, кто сейчас там нет возможности зайти, посмотреть, почитать и так далее, чтобы тоже были в курсе, вкратце, буквально скажу, чтобы тоже знали, что так позже. Это круто, когда есть какие-то практики и так далее, потому что, когда один на один остаешься страхом наедине, и бывает еще как паническая атака, страх, и ты не знаешь, куда себя деть, и что с этим делать. Вот. Ну, это практика, которая, вот, пожалуйста, в бесплатном доступе. Она в бесплатном доступе, да? То есть нужно будет там... Да, просто написать не в директ. Просто написать слово страх в директ, и все. И она останется с вами в доступе, и, пожалуйста, вы можете ее делать. Очень круто. Это очень круто. Если ее выполнять на регулярной основе, вот реально занимает буквально две минуты времени. Если выполнять ее на регулярной основе, то, в принципе, у вас фоновое состояние страхов в жизни, оно начнет снижаться. То есть, да, одной практикой не решить все вопросы, но... Хотя бы отношение к нему поменять. Снять интенсивность точно можно. То есть в момент, когда страшно прям сильно, то есть страх накатывает, с помощью этой практики можно интенсивно подснижать. И это на самом деле очень... Я предуприваю, потому что вообще-то я смотрю... Да, но в целом, кстати, вернемся к жизни своей мечты. Ну, во-первых, важно понимать, да, что она у каждого своя. И основные причины, по которым люди не живут свою жизнь мечты, кто-то написал деньги, но на самом деле деньги завязаны на страхе больше всего. Потому что история про самореализацию, про финансы, про карьерный рост, про свой бизнес, это все про мышление. Ну, не все про мышление, то есть на уровне действий тоже делать надо. Можно мышление прокачивать до бесконечности. Если не делать на уровне действий, то это как бы будет история вся... Печаль. Да, и поэтому деньги — это про страхи. То есть страхи — это сразу... Деньги — это сразу про страхи. То есть, соответственно, страх... Большинство целей на будущий год — это самореализоваться, создать семью, у кого-то семья нет, у кого есть укрепить ее еще сильнее, и так далее. Ну да, все правильно. Все это на самом деле про страхи и... На самом деле, даже если мы говорим про отношения, ну вот если мы скажем про отношения, просто в теме профессиональной деятельности, в карьере, в бизнесе, в деньгах, страхи проще всего увидеть. Но если вы посмотрите, вот, например, те, у кого нет отношений и хотят отношений, страхи могут очень сильно мешать в отношениях, потому что может быть очень глубокий страх того, что вот, опять же, страх неудачи, что не получится, что мне опять будет больно, страх боли. То есть вот эти вот все истории, он может внутри вас глубоко сидеть, и даже если человек, с которым вы как бы могли построить достаточно хорошее отношение, к вам придет и скажет «Привет!» Вы так на него посмотрите, скажете «Вот это не то, вот это не то, вот это не то, а это бывшего напоминает, который мне больно сделал». И как бы, то есть страхи, они на самом деле оказывают влияние на все сферы. Даже мне в свое время, когда мы с мужем уже познакомились, страшно было начинать новые отношения, страшно было съезжаться, потому что, ну, так случалось, что я всегда одна жила. Ну, когда в Москве жила, жила одна. Вот. И страшно было тоже, помню. Потом подумала, «А что бояться?» Не сразу все это вот так вот пришло, но постепенно, постепенно, но и правильная поддержка, конечно же, со стороны мужа была, что он не нарушал мои личные границы. И это круто очень. То есть, мне кажется, тоже есть люди, у которых есть страх, там, как-то обидеть человека, сказать, например, «Не присаживайся ко мне близко», либо там, «Можешь это не сделать», либо это, но чтобы не нагрубить, не нахамить и как-то не обидеть, вот скорее. Хотя при этом нарушаются свои личные границы. А личные границы, я считаю, нарушать нельзя. Свои именно. Нужно сразу что-то обозначать про них, но тоже нужно уметь сказать. Да, начать надо с того, чтобы понять свои личные границы. Огромное количество людей свои личные границы даже не понимает. А когда свои личные границы не понимают, то объективно ты их не можешь защитить. Но на самом деле наши эмоции очень красиво это проявляют. То есть, когда мы испытываем злость, вот какую-то, прям вот испытываешь злость и не понимаешь, что же я так злюсь. Стоит посмотреть, возможно, ваши границы нарушили. Вы просто проигнорировали это. И таким образом... Да, и таким образом можно потихонечку понять вообще личные границы, какие они у меня и где. Тоже у меня в профиле есть на самом деле много закрепленных stories про эту тему. И, к слову, говоря про личные границы, я только вчера делала рилсы, выкладывала, как проявляются страхи в отношениях, что когда страшно, когда страхи правят вашей жизнью, соответственно, страшно сказать о своих границах, страшно сказать о своих чувствах, что мне, например, что-то не нравится, меня, например, что-то волнует, меня что-то тревожит, меня что-то беспокоит. У меня по ощущениям моим раньше как-то они были стерты, то есть они были, но они были такие, то есть как-то... Ну, вот боялась я всегда обидеть, нахамить, сказать, не знаю, беременность, муж либо реально опыт меня изменил, что... То есть я сейчас четко понимаю, где мои границы, четко говорю, и от этого, мне кажется, опять-таки можно начать жить своей вот этой сказкой. Возможно, пока там ты как-то не знаешь даже что ты, кто ты, и с чем тебя есть, другие, то есть как-то к тебе относятся уже скептически, не относятся серьезно, либо там думают, да ладно, что тут есть к ней, можно там и так, и сяк. Ну, короче, такая тема. Очень интимная. Да. И, соответственно, когда человек боится сказать о своих границах, боится сказать о своих эмоциях, своих чувствах в паре, то что происходит? Растет уровень напряжения, то есть возникает, то есть вот это вот я не могу сказать, мне страшно, надо, чтобы он сам догадался. А он сам вдруг догадался, потому что он, накапливаешь, 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 взрываешься. И все, и потом происходит взрыв. И, во-первых, накапливаешь, накапливаешь, взрываешься, кроме того, это нездорово для себя лично, то есть ладно, то, что это нездорово для отношений, допустим, это еще ладно, но это нездорово для себя лично, потому что все эти эмоции лучшие ощущения и как бы далеко не самым лучшим образом влияют на здоровье уж факт и поэтому поэтому очень важно это с этим работать со страхами и соответственно уровень напряжения а близости уровень снижается потому что какая близость если ты не можешь спокойно сказать о том что тебя беспокоит что тебя волнует и как бы вообще об этом прямо говорить это очень важно опять-таки нужно перебороть страх для того чтобы начать говорить так как ты думаешь и принять тот факт что не все люди будут рады твоим словам но это их выбор поэтому тоже это все касательно страха вот это не совсем так на самом деле не совсем корректно если мы просто избегаем делаем вид что например мне не страшно то страх никуда не девается в реальности намного лучше помогает посмотреть в глаза этому страху посмотреть вот просто скажем так сказать страх я тебя вижу ты здесь я тебя и в идеале посмотреть вообще о чем этот страх потому что большинство людей когда не работают со страхами им становится страшно в моменте то есть мне страшно отчего мне странно я даже не знаю вот чего мне конкретно страшно потому что то что мне страшно на поверхности то что это может быть одиночество страшно что если там сейчас на твоих границах скажу своему партнеру своему мужчине своему мужу он возьмет меня и а сбросит например особенно если ты на уровне встречаний я там скажу что-то там например что мне что-то не нравится и он меня оставит он от меня отвернется у нас будут проблемы ссоры и так далее и как бы кто дальше и дело в том что когда мы соответственно вот на первом на уровне кажется на таком на поверхностном что это страх одиночества а если копнуть глубже то много чего другого можно найти вопрос том что большинство из нас большинство из людей вообще не копают глубже то есть вообще нас на уровне даже даже часто не идут на уровень того что мы чего мне конкретно страшно то есть ну да я на самом деле не то что осуждаю но да нет я осуждаю людей кто пытается не заметить грубо говоря своих страх ты живу с мужем вижу что он изменяет но причем при этом типа мне не страшно остаться одной просто вот ну для семьи надо вот это меня прямо часто слышу такие истории часто натыкаюсь просто социальных сетях там листая он меня бил я его простила и вот эта вся драматургия аж становится опять таки это как раз таки я подумала что про тот момент что я сейчас сказала либо не видеть страха то есть люди не видят страха сразу же в голове этот пример всплыл да ну здесь тоже как бы разные позиции у всех в отношениях это все очень по разному но тут важно тут важно быть честным с тобой то есть я остаюсь потому что я потому что он например признал свои ошибки понял меняется и как бы делает действия на уровне действий или просто потому что мне страшно остаться одной то есть он тут разные истории бывают это на поэтому такая тема здесь честно с тобой это очень важно про жизнь мечты опять же и дальше что еще кроме страха убеждения убеждения тоже могут быть очень такой хорошей в серьезной преградой к тому чтобы жить жизнь своей мечты потому что может сидеть глубинное элементарное убеждение что я недостойна чего-то и за многими затыками я в принципе обычно говорю что за большинством наших жизненных затыков стоят либо страхи либо убеждения две темы а то есть практически за всеми сложностями в жизни можно найти либо страхи либо убеждения это просто вот если чуть-чуть даже посмотреть не надо даже сильно глубоко копать и убеждения потом перекладывание ответственности то есть вот это вот из серии что а я вообще не виноватая он сам пришел низкая самооценка но низкая самооценка она очень связана со страхами то есть все лишь признает это да либо если даже признает то впадает в какую-нибудь позицию жертвы очень часто что типа дело связано все с тем что у меня там в детстве что-нибудь было не так родители что-то такое ну вот так часто бывает какого отцовского леща я вообще кстати мне уже интересно немножко не по теме но мне интересно вы тоже приравнитесь к этому мнению что все все наше психологическое состояние в настоящее время тянется из детства очень много не все но очень много очень много если вы посмотрите вот пожалуйста давайте возьмем страх ошибки страх ошибки оттуда у нас берется страх ошибки давайте поразмышляем из тех ситуаций которые происходили в жизни то есть ты боишься совершить такой же поступок как кто-то из там твоих близких друзей и подруг и так далее либо сам же который как говорят нам типа вставать на второй раз на одни и те же грабли окей а если посмотреть например когда мы ходили в школу что происходило когда мы приходили в школу нам пишешь диктант или решаешь какую-нибудь задачку тебе ошибку допустил тебе красная ручка это подчеркнули оценку снизили а если три ошибки допустил еще два балла влепят и напишут что очень плохо а потом на родительском собрании придут родители и выскажут выговор что вот ваша дочь вот такая сякая училась плохо учится плохо и вот пожалуйста ребенок учится совершает ошибку получает за эту ошибку а та та и привыкает к тому что ошибки это страшно и плохо потому что тебя регулярно за ошибки твои как бы наказывают ругают особенно если родители в ту сторону и туда по-разному родители реагируют тебя ругают учителя тебя ругают родители сейчас меняется вроде как образование система образования но тоже мне кажется я не я же мать которая топит до конца ну ничего страшного я не знаю у меня в детстве тоже не было такого что-то но мама когда уходила на родительское собрание выбиралась и спать уложилась но мама никогда не ругала за оценки она всегда говорила нормально я всю жизнь троечца была вон все у нее отлично грубо говоря папа папа настойчивый но папа многого не знал как с мамой в коалицию собирались и так далее я наверное тоже против того чтобы но я не знаю опять таки мое мнение она в частности расходится сомнения многим но я против того чтобы там ругает ребенка по мелочам и так далее он тогда будет тебя бояться как по мне можно объяснять более правильно потому что у всех ассоциация правильный пример идет с того что родитель придет родительское собрание что будет и всем становится страшно и ты не хочешь идти домой с прогулки ты не хочешь вообще пересекаться с родителем и так далее а мне кажется что ребенку вот надо вот не то что в кокон посадить и так далее но все же ограничить полностью от каких-то таких там вы не знаю и дай бог рукоприклад либо каких-то повышения автонов и так далее от этого он умнее не станет не станет возможно это да типа с детства но я мне кажется будет мамкой на родительском собрании который скажет и чё плохо учиться хорошо переходим к следующему ученику да вот но бывает по разному потому что поэтому я думаю что каждый каждый кто сейчас смотрит этот эфир может вспомнить как в детстве ошибки за ошибки в школе как красная ручка все подчеркивали а зато если хорошо сделаешь что это просто само собой разумеется да да написал диктант идеально ли там задача решил идеально молодец окей так и должно быть и в итоге что происходит мы вырастаем мы боимся ошибок и мы обесцениваем свои достижения вот я спрошу назовите пожалуйста 20 своих достижений в жизни у большинства людей на этом вопросе ступор 20 20 у меня у меня нет 20 и где у меня 20 достижений хотя у вас есть 20 достижений за этот месяц в реальности а если хорошо посмотреть то и за день можно найти 20 в зависимости от как ты к этому относишься я поняла потому что сейчас задали вопрос я затупила а потом я подумала еще до того как вы сказали как я проснулась я там собралась работала и вот это мне кажется как раз таки про самооценку как не ну вот и я сейчас подумала что если ты будешь обесценивать себя то скорее всего как бы ну что-то там не так а если ты будешь себя восхалять перед самим собой не обязательно кричать на массу там я не знаю выходить на улицу с рупором но все же мне как-то одна из клиенток сказала пришла с таким запросом говорит хочу научиться хвалить себя вслух она живет в канаде и говорит что в канаде вот это очень распространенная история то есть люди реально себя хвалят вслух постоянно и когда они себя хвалят вслух соответственно вот я себя расхваливаю но если я не совсем там хвостовством прям совсем конкретно нормально в здоровом формате просто что-то хорошее про себя сказала то люди начинают это запоминать и начинает про меня так думать в реальности то есть это очень хорошо подхватывается и вот пожалуйста с детства история про ошибки детства история про обесценивания вот вам корни и самооценки и так далее поэтому действительно многое детство идет но не все они все и уж точно даже если даже если что-то идет из детства это не повод для того чтобы например сказать ой во всем виноваты мои родители но это не так Родители делали все, что могли, в том ключе, в котором могли, как знали, даже если они делали что-то, да, если они даже делали что-то прям не самое, скажем так, правильное, ну, они делали реально, что могли, как знали. И вопрос тут в том, что вы уже взрослые, мы все уже взрослые, и за свою жизнь и всем ответственность мы. Нет, это правильно. И общаться от того, как ты хочешь, не то, что ты там обязан, ты хочешь, ты общаешься и так далее. У меня прям очень эта тема, я не знаю почему, но меня прям не то, что триггерит, а просто меня выводят из себя, что ты ноешь, взрослый человек, женщина, мужчина, неважно, не нужно. У самой есть дети, и тоже же делаешь все на максимум, настолько, насколько можешь, правильно, но в любом случае допускаешь ошибки, то есть идеальных родителей вообще не существует. Ну, точно не на этой планете. То есть все равно делаешь ошибки, даже не старайся. Когда-то где-то прореагируешь неправильно, когда-то где-то сделаешь что-то неправильно, все равно же делаешь из своих знаний, из своего какого-то опыта. Через 10 лет посмотришь, скажешь, боже мой, вот это я детей своих воспитывала в каких-то ситуациях, возможно, да. Вот эта ситуация, я вообще себя повела отвратительно. Ну, как бы, это окей, поэтому здесь важно понимать, что родители делали все возможное, что могли, и делали максимум из того, что они могли, и как бы уже мы взрослые, и здесь уже действительно руки есть, ноги есть, голова на месте. Все в руках, поэтому я думаю, что я продублирую конкретно сториз, потому что сейчас что-то меня совсем не радует. То количество, в которое вовлечено, на самом деле, интересно делал. Продублирую и более детально, более правильными словами, чтобы могли обратиться те, у кого есть действительно страхи и хотели бы даже практику вот эту. Я считаю, что это очень интересно, когда ты можешь... Практика, на самом деле, очень простая. Ну, кто хочет поработать глубже со страхами, у меня сейчас практику по страхам будет. Но в целом... Вот и начинать нужно. Нужно понять, что это и с чем это есть. И круто, что есть такая возможность это сделать в доступе. Да, то есть страхи — это тема, которая реально фонит во всех сферах жизни. Она фонит и в теме здоровья, и в теме самореализации, финансов, денег, отношений. Во всем. Личных границ. В ощущении себя. Вот, например, у нас очень многие исходят в внутренней свободе. Ну, внутренние свободы, когда у тебя, жизнью твоей правят страхи. Ну, это да. С этим надо прорабатывать. Да легче станет жить сто процентов, когда ты наконец-то... Я считаю, что нужно начать в первую очередь с себя, проработать свои внутренние страхи касательно, если нет личной жизни, личной жизни, если нет дружбы в дружбе и так далее. Самореализоваться. Потому что самореализации, мне кажется, многое. Значит, ты чувствуешь себя в безопасности от того, что у тебя есть возможности финансовые, от того, что рядом с тобой кайфовые, классные люди и так далее. И это все идет, опять-таки, как по мне, от личных границ воспринятия самого себя. И любишь себя, тебя никто не полюбит. Это факт. Это факт. И что самое интересное, мы сейчас действительно живем в очень крутое время, потому что там еще 50, 60, 70 лет назад. То, что нам доступно сейчас, по какому мы можем сейчас, женщина может заниматься чем она хочет, это было недоступно. И это, если посмотреть просто фильмы совсем недавние, то есть, вот, пожалуйста, 50-х годов 20-го века. Ну, это была другая ситуация. Поэтому... С этим согласна. Да, это факт. Поэтому вот эта вот вся история про то, что просто не бойся, она, конечно, не работает. Потому что страхи у нас глубоко сидят на уровне тела. И как бы там, да, на уровне головы много все равно нужно делать. Это факт. На уровне головы много работы, но на уровне тела это самое первое. Кстати, практика, которая у меня, которую можно получить у меня, написать слово директ страхи, Страх, она как раз-таки про уровень тела. Немножко уже... Да. И реально... Да, сейчас вот самое такое тоже... Самый такой очень простой наглядный пример, что люди могут бояться чего-то там, бояться, например, что о них подумают другие люди. Это тоже очень распространенный страх. То есть вот, пожалуйста, страх ошибки, страх изменений вообще в целом, страх неизвестности. Изменения почему люди боятся? Потому что неизвестность. Потому что очень часто приходят люди с запросом, говорят, я хочу изменить свою жизнь. Ну где гарантии, что если я буду делать эти действия, у меня все получится. То есть все хотят гарантии. А гарантии никто не дает. То есть ты делаешь, пробуешь, совершаешь ошибки, делаешь выводы со своих ошибок, продолжаешь пробовать, идти. То есть, ну, тут как бы такая история. И вот люди, которые, когда говорят, я хочу изменений, но я боюсь неизвестности, ну, это такие уже нисходящиеся моменты. То есть неизвестность нужно учиться выдерживать, учиться с ней работать. И, соответственно, если люди, когда боятся, что о них подумают, они часто даже встреч с другими людьми избегают. Я сейчас подумала о том, что есть... Еще с... Мама моя мне еще говорила, маме ее, мама и так далее, когда жили там в каких-то небольших городках. А что подумают люди? Я сейчас только сидела и думала, вот если я там... Иногда у меня у самой бывает там, а если я выйду, расскажу это в сториз. А если я там покажу себя с такой стороны и так далее, и все равно ты получаешь как-никак реакцию, она может быть хорошая, может тебе совсем и не нравится. По сути, ты как мудрый человек должен как бы проигнорировать. Но иногда как бы... Ну, есть вот этот вот момент, типа, а что подумают? А если я сейчас сделаю это, а не все равно ли мне, что обо мне подумать? Вот, пожалуйста, и все. С детства, и опять же, то, что я говорила, большинство наших жизненных ситуаций, сложностей, из страхов или убеждений. Вот, пожалуйста, убеждения, что обо мне подумают. Да? Что обо мне подумают? Нет, я вообще очень долго шла к тому, на самом деле. Возможно, если бы я обратилась там за помощью, то это прошло бы быстрее, и я очень долго жила с мыслью там, если я там сделаю, а что обо мне подумают? А потом, наверное, спустя долгое время, я такая, да все равно, что обо мне подумают. Но я к этому очень долго шла. Да? Это очень распространенная история, то есть элементарно, если я сижу и думаю, а что обо мне подумают? Ну, как это скажется на моей жизни? Приду я в эфир в прямой на какую-то, на определенную незнакомую аудиторию? Что обо мне подумают? Конечно, я не приду. Что обо мне подумают? Я не приду на какую-нибудь, например, элементарно, что обо мне подумают, может мешать быть элементарно на пробежку самостоятельно. Таких тоже ко мне часто приходят. Неоднократно приходили клиент, не может, и я сама это прекрасно понимаю, у меня самой когда-то такое было. Я помню, например, там 6 лет назад я начала бегать, только вот с нуля, никогда не бегала до этого, и мне было страшно просто надеть леггинсы, кроссовки и выйти на пробежку. А почему мне было страшно? Мне было страшно, что обо мне подумают? Про мою технику, что у меня техника неидеальная, что я как-то бегаю не все. Вот у меня в зал, я хочу пойти в зал, очень хочу, я профессиональная спортсменка была, 16 лет занималась профессиональной катлетикой, всегда под руководством тренера в большой группе и так далее. И я сейчас хочу пойти в зал, чтобы привести свое тело все равно в порядок. И все равно, то есть я не могу пойти одна, я подруги там, позовешь меня, пойдем, позовешь меня, пойдем. Я вот до сих пор не купила этот абонемент, хотя у меня браслет лежит дома. Потому что я думаю, хорошо, да господи, что такого? Так, Алина, соберись, ты просто пойдешь в зал, кто на тебя как посмотрит, да вообще все равно должно быть. Но вот все равно, но вот я же до сих пор не в зале, у меня вот есть иногда свободное, маленькое даже время, но я же все равно не иду туда, хотя перейти дорогу, да, как бы. Вот, просто простой один страх осуждения, да, того, что обо мне подумают, сказывается на различных сферах жизни. В работе... Давайте не умею читать, таких не умею читать. Да. Но все равно, он, ну, то есть я до сих пор вот, там, мне муж говорит, да что такого хочешь, там, ну, вместе, мы все равно не будем вместе заниматься. Ну, а все равно должно быть там. Ну, короче, этот, этот, каждый день, грубо говоря, мы сталкиваемся с чем-то. В частности, ну, у меня получается это перебороть. Ну, там, какой-то страх, там, неизвестности и так далее. Вот страх парковки у меня есть. Страх парковки, это очень другая история. Это единственное, что сегодня я вспомнила про свои сегодняшние страхи, я ехала и поняла, что я боюсь, и вдруг там мест не будет, и мне придется куда-нибудь съехаться. Страх парковки, это очень другая история. Ну, вот про страх, про страх того, что про меня подумают, на самом деле совсем все равно не может быть, потому что мы живем в социуме, мы живем в обществе. Тут вопрос того, чтобы понимать, на кого все равно должно быть, а на кого не все равно, потому что есть люди, на которых реально не все равно. Ну, наверное, нам не все равно. Кому-то не все равно, опять же. Не всем. Кому-то не все равно, что подумают родители. А кому-то вообще фиолетово. Кто-то с родителями даже общаться не хочет. А кому-то не все равно, что подумают родители в определенных сферах. А в каких-то сферах вообще фиолетово тоже. То есть это нужно понимать и разделять. И какая мне разница, что про меня подумают абсолютно незнакомые люди. Но, во-первых, они, скорее всего, про меня вообще ничего не подумают. Они, может быть, если я, например, приду в спортзал в фиолетовом купальнике, может быть, бикини каком-нибудь, может быть, обо мне что-нибудь подумают на чуть-чуть. Прямо вот буквально пару минут кто-нибудь что-нибудь подумает из серии того, что вот какая-то тут барышня пришла в фиолетовом бикини, в спортзал и на каблуках. Но объективно подумают они обо мне буквально пару минут. Дальше они пойдут думать о тебе. Вообще, я думаю, что в зале люди ходят, но вот тренинг просто, они тренируются, кто-то между подходом просто смотрит прямо, и вообще ты, он проходит взгляд этот сквозь тебя, и там кто-то просто, ну не знаю, вот так вот голову повернул, а тебе кажется уже, что он... Потому что нам это втюхивает, ну по факту. Сейчас наше поколение, как по мне, опять-таки, растет, оно более социальное, то есть оно более такое, типа, современное. А раньше все равно, как, опять-таки, по моему мнению, родители нам там говорили, если он тебе там, например, ну то есть я говорю на своих примерах, там, если тебе что-то подарили, дорогостоящее, то значит, что ты должна будешь, то есть вот с тех веков это тянется там, а если ты там пройдешь короткой юбки, а что соседи подумают? Ну то есть это все тянется, вот как раз-таки впервые соглашусь, потому что я вообще не согласна, что все тянется из детства, ну в моей голове это не так. Не все тянется из детства, но часть тянется из детства. Как-то встань, ты пойди в зал, ничего ты не поменяет, сколько лучше встань. Но вот все равно есть. И раз проскальзывает мысль там, типа, да все равно, они там вот вообще просто смотрят, ищут все равно на тебя. Но вот... И то, что из детства точно очень хорошее влияние может сильно оказывать, это убеждение, потому что если посмотреть, то какие-нибудь там, нам в детстве говорили, например, что деньги портят людей, или деньги злой, или легально, ну скажем так, как это говорили, законно денег не заработаешь. Вот это вот вся история. Я в хорошем духе. Да, вот типа вот эта вот вся история, или вот, пожалуйста, тоже очень частый запрос, к которым приходят клиенты, это то, что мне стыдно брать денег, потому что, ну скажем так, нам в детстве говорили, что хорошие, в общем, когда ты от души что-то делаешь, ты за это денег не берешь. То есть вот эта вот вся история. Ну очень много чего такого. То есть, конечно, не все тянется из детства. Это однозначно факт. Но много. Много. Но это все равно, это реально не меняет ситуацию того, что мы уже взрослые люди, и пора за это брать ответственность на себя, как бы родители делали все, что могли. И вот, пожалуйста, про то же то, что про меня подумают. Я вспоминаю себя, вот 6 лет назад, как я рассказывала, мне на пробежку страшно-то выйти было. Хотя как бы у меня, я такая вся очень стройная, и так далее. То есть, я могу просто представить, что у людей, у которых есть какие-то вопросы по своему состоянию тела, еще больше вопросов в своей голове может возникать. Хотя не должно. То есть, это вообще очень круто, и похвально, что вы занимаетесь своим телом и своим здоровьем. Это очень круто. Потому что, да, это в первую очередь здоровье. Но суть не в том, и я вот буквально пару дней назад пошла на первое в жизни занятие по кроссфиту. Я всю свою жизнь думала, что кроссфит это для каких-то суперлюдей. Мне туда вообще никак. Это не моя тема. Я туда ни за что в жизни не пойду. И я сейчас на Бали, и тут, в том районе, где мы живем, зал самый классный, вот как раз-таки такой кроссфитовский. Я думаю, ну ладно уж, раз так, пойду попробую. И я знала, что я там буду самая слабая. То есть у меня руки мои, это вообще мое самое слабое место. Я четко знала, что я буду там самая слабая. Волновало меня это? Вообще нет. Я настолько кайфанула, и теперь поняла, что кроссфит это вообще моя любовь. Но лет шесть назад для меня это было вообще невозможно. То есть чтобы я одна пришла на какую-то тренировку, в новый зал, на тренировку, где я заранее знаю, что я просто вообще, на самых слабых. Это круто на самом деле. Я желаю каждому в новом году пристать чего-то бояться. И себе желаю, чтобы Алина пошла в зал наконец-то. Просто не для того, чтобы там как-то похудеть, прикачать, просто чтобы поддерживать себя в форме. Я считаю, что каждая девочка... Кстати, много мне кажется, ну как опять-таки, много сегодня свое мнение говорила. Много девчонок там тоже переживает, кто-то с красивыми формами переживает о том, что там как посмотрят, там же вокруг одни худые ходят и так далее. Вообще все равно должно быть, на самом деле. А худые ходят, как не набрать массу? Многие. У всех, у каждого свои запросы, и по сути, одна проблема. Да? Ну вот я сегодня была на тренировке, и там была женщина 65 лет. Среди всех этих молодых на кроссфит, на суперинтенсивной тренировке, 65 лет. Я посмотрела на нее, думаю, блин, как круто, я тоже хочу в 65 лет так жить. Ходить на такие тренировки, это реально круто. Она такая, пошла на тренировочку на Бали, на кроссфит, тебе 65 лет, вокруг мальчики молодые, девочки молодые, все красивые, заряженные, круто же. Что может быть еще интереснее? Ну то есть, мне кажется, очень. Да, то есть я посмотрела, думаю, вау, это классно, это классно. Поэтому да, страхи это такая тема. Поэтому, пожалуйста, вот простой страх осуждения, страх того, что обо мне подумают, он проявляется на разных уровнях. И в работе, и в отношениях он может спокойно проявляться. Просто не можешь расслабиться, все время думая, что про меня подумает мой партнер. Если я это скажу, если я так сделаю, а если я с ним соглашусь жить до брака, а если не соглашусь жить до брака, если то сделаю, если то сделаю, а что про меня еще его родители подумают, и те подумают, и те подумают. В общем, вот эта вся история, она на простом примере простого страха, очень распространенного реально во всех этапах жизни. Я поняла. Это круто. Это круто. Ну реально, когда ты понимаешь, все осознаешь, и идешь к своим целям, несмотря ни на что, ну точнее, смотря на, аккуратненько, без там каких-то жертв по головам и так далее, ты это делаешь высоко поднятой головой, и не боишься этого, ошибиться, не боишься ошибиться, не боишься. Надо помнить, мне кажется, что ошибки это опыт, и их бояться явно не нужно. И вопрос в том, что ты делаешь с ошибками. Ну да, если ты ошибаешься, и сидишь себя просто за это коришь, ругаешь, какая я вообще, как я так могла, как я могла такое сделать, то ну это ничего хорошего не приносит. Вообще ничего хорошего не приносит. Это никого не делает лучше. Вот это вот сидеть, ругать себя, но не делает никого лучше. Не делает вас не эффективнее, не лучше, не дает лучше самочувствие, состояние, и уж тем более, а мы вообще тогда молчим про любовь к себе, то есть это вообще разные истории. И вопрос в том, что другая сторона, да, что я, например, ошибаюсь, и я такая, а, это потому что вот это случилось, вот это случилось, я-то хороший, я-то ангелочек. В идеале мы идем к тому, чтобы стремимся к честности с собой, да, то есть если я ошиблась, я честно признаю, что да, я здесь совершила ошибку, я сделала что-то не так, что я сделала, что произошло, то есть я себя не ругаю, но я просто смотрю, делаем работу над ошибками, как в школе, вот хорошая вещь из школы. Мы смотрим просто, что произошло, и я смотрю обратно и думаю, так, а мне по-другому на будущее вести себя, какие мне сделать выводы? И, соответственно, делаю выводы и воспринимаю это как опыт. Есть такая хорошая цитата Уинстона Черчилля, что наибольшее преимущество получает тот, кто в раннем возрасте совершил наибольшее количество ошибок, на которых можно было учиться. Это такая фраза на подумать. В ней реально много глубины и смысла, потому что когда тебе, например, там 17 лет, вот у меня двоюродный брат сейчас переехал, я вообще в США базируюсь, переехал к нам в США, и мы ему предоставили там, ну, в общем, помогаем ему чуть-чуть. И он устраивается на работу, ему 17 лет, на первую свою работу, ой, 19 лет. И он говорит, вот, я боюсь, что я то сделаю не так, то сделаю не так. Я ему говорю, дело в том, что твоя цена ошибки сейчас очень низкая. То есть ты сейчас что-то накосячишь, сделаешь не так, ну, что ты потеряешь? Ну, работу максимум потеряешь, самую низкооплачиваемую. Знаешь, новую, делов-то. А когда ты тебе, например, через... Зато ты научишься со своих ошибок, и в будущем их не совершишь. А если ты через 10 лет такие ошибки совершишь, когда ты уже, ну, он хочет, например, управлять кем-то, руководителем. Когда у тебя, например, бизнес свой, когда ты руководитель, даже если, какой-то крупной компании, зарабатываешь большие деньги, руководишь большим коллективом, цена твоей ошибки намного выше. Если ты сейчас эти ошибки наделаешь, ты с них научишься, и все будет окей. Вот, пожалуйста, эта цитата. То есть наибольшее преимущество получает тот, кто совершил в раннем возрасте ошибки, на которых можно учиться. Спасибо. Интересно. Глубокая фраза. Глубокая фраза, надо подумать. И что еще... Кто будет нашим ошибок вообще? Никто. Все люди ошибаются. И главное, призывать свои ошибки. У меня, кстати, в Инстаграме есть рилс, но там надо вниз полистать, у меня там не так много. В общем, надо полистать. И там для тех, кто боится ошибаться, есть шикарные просто рилс, которые нужно прям слушать, наверное, каждый день. И звучит он, начинается он с таких фраз. Я имею право совершать ошибки. Ошибаясь, я понимаю, что это нормально, ведь я живой человек. И там дальше продолжение фраз, которые стоят прям... Я думаю, что это просто репост на себе в сториз. Послушаю сначала сама и репост на сториз. Мне кажется, это будет сейчас очень актуально, эта тема, и все задумаются насчет этого. И что я хотела сказать еще про страхи, очень такое важное, то важно понимать, что, знаете, все, наверное, знают такую фразу, не фразу даже, это скорее как притча такая маленькая, да, побеждает тот волк, которого ты кормишь. То есть, если ты кормишь страхи, то побеждают страхи. Чем больше мы туда направляем свои энергии, внимания, мысли перекручиваем, которые могут даже спать не давать, не давать вообще какие-то действия делать, расслабиться вообще не дают. Просто мы сидим и думаем, а что если у меня это не получится, это не получится, это не получится, а что вот это, вот это, вот это. В итоге человек просто не может даже элементарно расслабиться, направляет туда огромное количество энергии, сливает туда кучу времени и сил. И вот, пожалуйста, если я это делаю, то страх будет побеждать, страх будет расти, страх будет увеличиваться, и страх будет править балом и управлять моими действиями. Если же я кормлю навык того, что я двигаюсь вперед, я живу свою жизнь, то это совсем другая история, то будет побеждать этот навык. Да, такая история. Да, но я подумал, продублирую для тех, кто сейчас в танке. Для тех, кто в танке. Вот, чтобы более зарезюмировать на самом деле. Да. И, кстати, последний путь. Вещи правильные, мы, люди, висят на самом деле, в целом интересные, и темы насущные, и рилс про... Я просто давно хотела сделать видео, но я, наверное, особо не... То есть, я люблю заниматься тем, что я умею. То есть, я не психолог далеко, и все, что я могу посоветовать, это, чтобы вообще все просто сослать, и все будет круто, не бояться, но от этого смысла толку и не будет. Хотела давно записать видос, и борьются, чтобы как раз-таки, там, ты, мама, там, это нормально, что ты устаешь. Ну, и все в этом духе, но я не поэт, и писать не умею, как бы, а списывать у кого-то и это дублировать, ну, особо не хочется. Как бы хочется что-то, если... Давай, то то, в чем ты разбираешься. Вот, поэтому интересно. Ну, вот это надо перерепостнуть в себя. Хорошо, сама не могу сделать. И что я хотела сказать, которое нам мешает жить жизнью своей мечты, это отсутствие действий. А отсутствие действия, откуда оно идет? Также из страхов, страхов, убеждений, вот это все истории. Поэтому, в принципе, все можно привести к страхам и убеждениям. То есть, делать действия, подчистить страхи, в первую очередь, делать действия, и все будет окей. А в тему рилса, про который вы говорите, про то, что это нормально быть мамой и уставать. Это абсолютно нормально быть мамой и уставать. Вообще, нормально такое. Нет, потому что, там, не страшно совершать, там, ошибки, не страшно признавать их. И, типа, спариться из-за пустяковки, если можно все решить. Нет, не решаемых проблем нашли. Нормально даже быть не мамой и уставать. Имеем полное право. Хотеть отдохнуть, хотеть побыть самой, хотеть заняться чем-то, чем нравится, сходить на какой-нибудь массаж, спа и так далее. И не испытывать за это никаких уградений совести. Да, потому что, сколько, вот про страх опять-таки показывать. Я раньше, как только-только у нас, опять повторюсь, я там не я же мать, которая не отпускает своего ребенка от себя и так далее. Я за социализацию, я за то, что бабушки и прабабушки виделись, проводили с ним время. Я с ним буду всю жизнь, и это однозначно. И раньше я стеснялась как-то показывать. Типа, вот мы там в кино с мужем после года пошли поесть куда-то. Вот, короче, какие-то такие наши движения без ребенка. И потому что, ну, все пишут, соответственно, что за мать, где ребенок, он только родился. Ну, и, короче, я потом думала, знаешь, я вообще ничего выкладывать не буду, чтобы ко мне вообще ничего не писали. Потом я подумала, господи, и что? Ну, и что? И что? Я плохая мама. Окей. Что мне с этим? Я для себя-то знаю, что я самая лучшая мама. Я безумно люблю своего сына, своего мужа, свою семью, и даю им то, что я могу дать. Но я не забываю про себя, про то, что есть я у себя. И я жила еще до появления прекрасного сказочного малыша там. И так далее. И очень круто, когда есть, наверное, это личные границы. Ну, типа, наверное, так. Я отпишу их как личные границы, что у меня есть время для себя, у меня есть время для нас с мужем, у меня есть время для своего ребенка. Я его разграничиваю. А я бы, Алина, сказала, что это в первую очередь тоже прекрасная работа со своим определенным страхом. То есть посмотрели, поняли, что вообще происходит, о чем, и прекрасно нашли из этого выход. То есть провели в данном случае работу на уровне головы, подумали о том, что так, вообще, почему меня... Я как бы жила до появления ребенка, и вообще мне фиолетово, что там кто-то думает. Тем более, вообще, абсолютно малознакомые люди. И если в чьих-то глазах я буду выглядеть плохой матерью, ради бога, это про кого? Про меня или про них? Если я знаю, что я хорошая мать. То есть это вот, пожалуйста, когда люди боятся того, что про меня подумают, когда люди боятся критики, критики, это такая частая история, то здесь всегда вопрос такой, что почему вас это цепляет? Потому что если вы знаете про себя что-то конкретное, и знаете, что, например, у вас глаза, допустим, зеленые, а вам скажут, что у вас глаза красные, вот вам будет вообще какое-то для этого дело? Ну, будет вообще фиолетово. Скажут вам, например... Ну, кто-то, может быть, начнет, но, скорее всего, если не будет таких каких-то зацепок, то, скорее всего, не начнет. То есть, если, например, люди будут думать, что вы какой-нибудь бурундук, вы станете от этого бурундуком? Не станете. Поэтому, если знаете про себя, кто вы есть и как вы есть, это такой момент. Да. Что сказать? Спасибо за эфир. Я тогда продублирую всю информацию немного позже. Опять-таки, для тех, кто в танке. И жду этот прекрасный рилс. Да. Если у кого-то есть какие-то вопросы, всегда можно написать мне в директ и задать вопрос. Я могу разобрать какие-то определенные вопросы. Ну да, я думаю, еще стоит будет написать, продублирую про слово в страх в директ. Для того, чтобы получить как раз-таки эту методику. Да. Ходимый пир с уточкой. Это просто на самом деле. Короче, у меня муж заказал малышу круг у нас. Малыш в кругу плавает. Вот. И в этом кругу, как прекрасно, я прям поражена за собой. Обычно приходил просто круг. А в этом круге сказка, как тигренок нашел лучшего друга и уточка. И это так меня впечатлило, что я сижу и не могу расстаться с ней весь эфир. Круто, когда люди думают о клиентах. Вот я, например, захотела еще один круг заказать кому-нибудь из родственников, чтобы он был. Потому что это классно. Это маркетинг, это круто. Я закажу еще у них, я посмотрю еще, какие у них товары есть. И это на заметку мне, что это очень радует. Вот. И она такая безумно милая. Да, однозначно. Вот. Так что, да. Да, это такой момент очень полезный. Да, спасибо большое. Соответственно, как я уже сказала, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в директ. Все, спасибо большое тогда. Будем на связи. Будем на связи. Всего доброго, хорошего дня, наверное, вечера. У меня уже вечера. Да. Как дальше работать. Да. Спасибо. Распаковывала я же эту коробку. Кто там остался со мной еще с начала эфира? Правда, вас было 40, а теперь почему-то вас 7. Сейчас, секундочку. Не поняла. Ладно, еще есть 10 минут. Сейчас, секунду, я вернусь. Спасибо. Тоже. Спасибо. 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 Продолжение следует...